МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это информационная программа День за днём в студии. Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Митрополит Тобольский Тюменский Дмитрий поздравил верующих с великим двунадесятым праздником Крещения Господня и осветил воды Иртыша. Людской поток купелем не прекращается с раннего утра. Люди идут за освященной водой, многие купаются. С подробностями Ольга Куричко. Этой традиции 30 лет и 3 года. После божественной литургии в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля верующие под звон колоколов крестным ходом направляются в Нижний Посад. На Иртыше возвели часовню, купили. На главной городской Иордании владыка Дмитрий совершает чин великого освящения воды. Священнослужители и воспитанники духовных школ воспроизвели в Тобольске евангельское событие Крещения Иисуса Христа. Мы вспоминаем события, как на Святой Земле, близ Иерусалима, Христос пришел на реку Иордан и там принял крещение. Это как бы ветхозаветная традиция очищения души и тела. Сам он не нуждался, но он показал путь, как прийти в Церковь Христову. От скоплений людей лед трещит под ногами. Его толщина 50 сантиметров. Для безопасности на один день на Ледово-Переправе Тобольск-Бекерево снизили грузоподъемность с 30 до 10 тонн. Ледской поток здесь увеличивается с каждым часом. Радость. Ну и подъем духа, я не знаю. В общем-то, просто иногда бывает, и выпьешь эту водичку, попьешь, и как бы легче на организме, и бывает просто на душе легче встает. Свежесть, мороз, зима, природа, ну просто вот ликует душа, и все, праздник. Утром глоточек обязательно, ежедневно. Читаешь молитву, пьешь водичку. Испытав рачующую силу Крещенской воды, табаляки переживают здесь эмоциональный и физический всплеск. Здесь у Ордани царит атмосфера добра, единения, и приходит понимание, что Богоявление – это торжество людей, к которым пришел Спаситель. Такая радость, такое торжество, душа ликует. Воду-то Крещенскую верите? Обязательно. Она стоит, не мутнеет. Надо верить. Дети капризные, маленькие, умоешь, они спокойнее становятся. Мы православные, должны соблюдать традиции. Владыка Дмитрий первым погружается в ледяную купель. Его примеру последовали и другие. Для тепла под ноги постелили сено из Абалакского монастыря. И светлой Господь не знал, и растя на нас. Народная забава принимать на Крещение водные процедуры у сибиряков прижилась крепко. Испытать здоровье и удаль смельчаки смогут до полуночи. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. На боевое дежурство в пожарной части Тюменской области поступила новая пожарно-спасательная техника. Ключи от 10 новых автоцистерн на базе автомобилей «КамАЗ» получили формирование Тобольска, Ишима, Илутровска, Заводоуковского и Галышмановского городских округов. Пожарные спасатели – это люди, которые первыми прибывают на пожары, ДТП, стихийные бедствия. И от вашей боевой подготовки, от вашей технической оснащенности зависят жизни людей. С глубокой благодарностью к Федеральному министерству за поддержку и внимание к Тюменской области. Также Тюменские пожарные получили две автолестницы с высотой подъема до 30 и 52 метров. В Тобольске прошел кастинг для съемок фильма и сериала «Романовы преданности и предательства». В пробах участвовали актеры Тобольского драмтеатра. Подробнее расскажет Шамиль Гулиев. Работать надо, товарищи, а не прятаться по углам! Фрагменты интригующего сценария одним из первых видят артисты. Кастинг в фильме сериал «Романовы преданности и предательства» проходит пять актеров Тобольского драмтеатра. На подготовку им дается несколько минут и затем начинаются пробы. Перед пробами и в их процессе режиссер Василий Чегинский работает со всеми актерами. Вместе детально разбирает характер каждого персонажа будущей картины. Внимание уделяется и фразам. Смысл в чем этой реплики? В том, что сказали, что не только Екатеринбург, но пока еще открыт путь в другую сторону. Очень волнительно, очень так интересно. Понятно, что в театре это подается на целый зал, то есть другая подача, а в кино это уже как-то, как в жизни должно быть. В фильме около 150 персонажей, пробы на каждого, проходит минимум пять человек. Актеров ищут по всей стране. Кастинг проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах. Мы здесь берем реальные исторические персонажи. Например, Павел Хохряков. У вас здесь есть улица Хохрякова. Игумени Мария, Иоанна Веденского монастыря. То есть это как раз те персонажи, которые присутствовали в Тобольске. Съемки фильма «Романовы преданности и предательства» пройдут в Тобольске. Этим летом в массовых сценах будут участвовать табляки. Кастинг для всех желающих начнется за несколько недель перед началом съемочного процесса. Успешно прошедший отбор смогут увидеть себя на большом экране. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Педагоги Тобольского района представляют Тюменскую область на Всероссийском семейном форуме «Родные и любимые». Он стартовал сегодня на площадке Международной выставки «Россия» в составе команды семь представителей династии Занкиевых. Ее основатель Якуб Занкиев, участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин Тобольска. В роду более 20 учителей. Их общий педагогический стаж составляет 545 лет. В форуме примут участие три поколения семьи, а также школьники, студенты, активисты движения «Первых», сотрудники регионального центра «Семья», Дворца творчества «Пионер», Департамента социального развития Тюменской области. Хобби, меняющая жизнь. Скоро год, как на базе Дворца культуры «Синтез» действует вокальный ансамбль «Многогранник» для участниц, уже состоявшихся в своих профессиях, возможность спеть со сцены, исполнение заветной мечты. Познакомилась с творческим коллективом Анастасия Терехова. Вечер буднего дня эти прекрасные дамы посвящают своему хобби. Скоро год, как 14 таких разных женщин соединились в «Многогранник». Я думаю, что это все вселенная как-то всех нас собрала, потому что для меня вначале было очень сильно удивительно, что люди, которые разные из разных областей, могут просто вот так вот слиться и держать партии своей. То есть никто не фальшивит, никто не съезжает. Сначала «Многогранник» сложился из педагогов, потом подключились и представители других сфер. Разный возраст и разный уровень подготовки. Их объединило главное – желание петь. Собравшись в феврале прошлого года, они так удачно спелись, что уже в марте случилась первая вокальная победа на конкурсе «Фронтовые дали». Сейчас коллектив опробовал все городские площадки и обрел уверенность. Мы хотим насладиться, мы хотим творческой вот этой энергии, мы хотим наполнения вот этого, переключить свое внимание, да. Мы придумываем какие-то вообще бешеные идеи. Вот сейчас мы будем готовить на конкурс песню на трех языках, из которого знаем один. Ну здорово же! И все согласились, все авантюристки вообще. В подборе репертуара разногласий у вокалисток практически нет. Начали со спокойных, плавных песен, хорошо знакомых и им, и публике. Сейчас, набравшись опыта, замахиваются и на более зажигательные современные композиции. Ансамбль стал для табалячек таким родным, что даже в декрет уходить не хочется. Елена Блохина в ожидании второй дочки. Приобщает малышку к музыке еще в мамином животе. Когда очень сильно шумно, там, конечно, ураган в животе творится, но на самом деле единственный минус этого состояния – голос немножко сел и стало сложнее петь. Диафрагма поджимается, и петь стало, ну прям, значительно сложнее, чем до этого. Поэтому я уже жду, когда я вернусь полноценно к занятиям. Для каждой из дам ансамбль стал любимым делом и возможностью для творческой реализации. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. В Тобольске прошел профилактический рейд в рамках акции «Учебный автомобиль». Такие мероприятия проводятся сотрудниками госавтоинспекции регулярно для того, чтобы предотвратить ДТП с участием начинающих водителей. Полицейские контролируют соблюдение правил дорожного движения инструкторами и обучающимися автошкол. «Самое распространенное нарушение среди учебных автомобилей – это, опять же, самый элементарный, не включенный ближний свет, неиспользование ремней безопасности, езда в жилых зонах и также без применения опознавательных надписей и значков. То, что производится учебная езда». Госавтоинспекторы проверили 20 учебных машин. Нарушений в рамках рейда не выявлено. Волонтеры общественной организации «Право на жизнь» вновь приглашают табаляков принять участие в творческом проекте, создать уютное пространство для общения человека и животных и встреч с единомышленниками. В преддверии наступления 2024 года приют получил денежный подарок от анонимного благотворителя. Зоозащитники решили вложить средства в благоустройство территории. «Мы облагородим прилегающую территорию, на которой мы планируем выгуливать собачек, сделать фотозону, чтобы фотографировать животных, проводить какие-то мероприятия». Подаренные средства пойдут на ограждение зоны. Креативное наполнение волонтеры планируют организовать самостоятельно. К реализации инициативы приглашаются все желающие. К работе планируется приступить весной этого года. Подключаться к проектированию и предлагать идеи можно уже сейчас. Обустройство территории позволит выгуливать постояльцев центра передержки чаще. Собак в приюте на дозе уже порядка 200. Волонтеры забирают животных с улиц города, а иногда их привозят сами хозяева. Об одной из причин отказа расскажет Анастасия Плюснина. Новое имя этого волчонка – Аким. В приют его привезли бывшие хозяева. Причина отказа от питомца укусил ребенка-подростка в семье. Люди сразу приняли решение попрощаться с псом. «У нас на самом деле не так часто привозят с подобными случаями, когда хозяева драматизируют эту ситуацию слишком. На самом деле, я говорю, всегда возможно откорректировать поведение животного». Не стоит принимать поспешных решений, особенно если это единичный случай. Причинами такого поведения могут стать разные факторы, говорят специалисты. Например, проблемы со здоровьем. Собака не может нам сообщить, что ее беспокоит, но резкие боли провоцируют на неожиданные реакции. Важно не только следить за состоянием питомца, но и основательно заниматься его воспитанием. Научить собаку останавливаться и откликаться на хозяина в любой ситуации. И не поощрять нежелательное поведение. «Если человек просто поощряет собаку, или еще хуже, что натравливает, как в нашем понимании. Фас, фас, и смешно ему, что там щеночек маленький пытается кого-то за штанину дернуть. Так он же маленький, что с ним? Мозг-то растет, закрепляет, оставляет. О, папке нравилось это. Просто надо воспитывать любую собаку. И чихуахуа может такой же стать». Кинологи говорят, что даже с воспитанной собакой нужно соблюдать границы. Например, когда она ест, оставлять ее в покое. Не надо дергать и причинять физическую боль животному. «Нужно еще правильно с детьми проводить беседы, наверное, и объяснять ребенку, как нужно общаться с животными. Потому что собака – это и есть собака. Она, конечно, у нее есть зубы большие. И она может укусить в определенных случаях». Когда питомец уже проявил агрессию, даже если это единичный случай, нужно обратиться к опытным специалистам. Они помогут понять причину и откорректировать поведение. Что касается Акима, пес кастрирован и привит. Волонтеры надеются, что у него еще будет шанс обрести дом. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Легкий сибирский морозец – не повод сидеть дома для здоровья и хорошего настроения. В городе проходит масса интересных мероприятий. По традиции, субботнее утро начнется с проекта «Пять верст». Старт в 9.00. Активный отдых ждет любителей зимних видов спорта на стадионе «Табол», плюшки, лыжи, коньки и сноуборды. Для тех, кто предпочитает проводить выходные в тепле и уюте, тоже найдется занятие по душе. 20 января Дом культуры «Синтез» станет площадкой для проведения международного конкурса творчества и искусства «ВинАрт». Начало конкурсной программы в 9.30 в 17.00. Танцевальный вечер отдыха для старшего поколения пройдет в Доме культуры «Водник» поселка Сумкино. Детская школа искусств имени Александра Алябьева в 8 микрорайоне приглашает на международную выставку детского и юношеского художественного творчества «Рождественская-2024». О выставочном зале на «Челюскинцев-1» продолжается работа выставки «Новогодний вернисаж». Посетить экспозиции можно в субботу с 10 до 18 часов. Погода в выходные обещает быть хорошей. Не сидите дома, проведите выходные весело. Далее прогноз погоды. Смотрите нас в телевизионном эфире, в социальных сетях и подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. До встречи! 20 января в Тюмени минус 6, Сургуте минус 9, Нижневартовске минус 12. В Казани минус 2, в Санкт-Петербурге минус 15, в Москве минус 6 градусов. Тобольске пасмурно. Утро минус 14, днем минус 8, минус 9, ночью минус 7 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова